Всем привет! Сегодня мы в винограднике Скалистый берег, и мы здесь не просто так. Перед нами необычные машины. Это не легковой автомобиль, но в нем также можно сидеть за рулем. Перед нами итальянские тракторы серии McCormick X4. Модельный ряд включает себя машиной мощностью от 75 лошадиных сил до 112 лошадиных сил. Данные модели в четырех вариантах исполнения V, N, F и XL. Они отличаются габаритными размерами шасси и кабины. Сегодня мы посмотрим машину модели V. V компактная, рассчитана на междуряде от полутора метров. Начнем с сердца машины. Двигатель. Трактор оснащен четырехцилиндровым двигателем Deutsch THD объемом 2,9 литра. На модели 4,080 максимальная мощность 75 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 375 ньютон-метра. Достигается при 1600 оборотах в минуту. Двигатель производится немецкой компанией Deutsch AG. Такие двигатели широко распространены в нашей стране. Надежны, с большим ресурсом. Наличие запасные части и качественный сервис, так как развита дилерская сеть. Экологический класс двигателя Tier 5. На этом тракторе мощностью 75 лошадиных сил отсутствует блок катализатора. Мочевина не используется, что безусловно плюс. Объем топливного бака 65 литров. Хватает на смену работы. Трактор с завода оснащается функцией поддержания заданных оборотов двигателя. С помощью нее мы разгружаем двигатель, например на разворотах, и снижаем расход топлива. Для обеспечения производительности и эффективности машины используется механическая коробка передач. 12 передач вперед и 12 назад. А это 4 скорости и 3 диапазона. Трансмиссия оборудована электро-гидравлическим реверсом, что обеспечивает плавное переключение направления движения даже на ходу без необходимости выжима педали сцепления. А это важно при работе с фронтальным погрузчиком. Пошли в кабину. Рабочее освещение, галогеновые лампы, две фары спереди и две сзади. Боковые зеркала заднего вида с телескопическим кронштейном. Управление реверсом осуществляется с помощью подрулевого рычага. Доступна комплектация с диапазоном передач, переключающихся без разрыва потока мощности. Панорамное стекление с хорошим обзором. Передние и задние стекла откидываются, плюс на них стеклоочистители. Рулевое колесо регулируется по наклону и вылету. Можно настроить под себя. Цифровая панель с бортовым компьютером. Информативно, легко читаемо. Сидение оператора с тканевой обивкой. Не греется на жаре. И с механической подвеской. На серии X4 механическое управление гидравлическими клапанами. Управление частью клапанов производится с помощью джойстика и кнопок. Органы управления на расстоянии вытянутой руки. Управление навесной системой справа. Органы управления BOM слева. Здесь электрогидравлическое управление, блокировка дифференциала заднего моста и подключение полного привода. В кабине кондиционер с нужными регулировками. И динамики с разъемом для подключения магнитолы. Хорошая шумоизоляция в кабине. Я думаю, в тракторе это важно. Кабина просторная. Качественные материалы. Современный дизайн. Шасси на переднем мосту выдерживает нагрузку до 2 тонн. Шасси на заднем мосту до 3 тонн. Что значит общий вес до 5250 кг. То есть трактор можно догружать до 2 тонн дополнительно. А это значит широкую номенклатуру навесных орудий. Шасси компактное. Позволяет работать в виноградниках с междурядием от полутора метров. В представленной комплектации ширина междурядия 1361 мм. Передние шины 750 R18. И задние шины 13,6 R28. Минимальные габаритные размеры возможны 1276 мм. С колесами R24. Короткая колесная база в дополнение с большим углом поворотом передних колес 55 градусов обеспечивает хорошую маневренность. Трактор оснащается комплектом балластных грузов спереди и сзади для обеспечения оптимального распределения веса по осям и повышения тяговых характеристик. Гидравлическая система представлена сдвоенным насосом шестереного типа, который обеспечивает поток 94 литра в минуту. Для рулевого управления контур и насос гидравлической системы отдельный. Гидравлические клапаны спереди, сбоку и также сзади трактора. Серия X4 предоставляет широкий выбор вариантов оснащения гидравлическими клапанами, что позволяет агрегатировать любые виды специализированных орудий. Так как в садах и виноградниках практически все оборудование является навесным, важна производительность заднего навесного устройства. В этом тракторе оно второй категории грузоподъемности – 2700 кг. Нижние тяги с быстросъемными шарнирами упрощают навешивание орудия. Верхние и нижние тяги имеют гидравлическую регулировку. Возможность управления нижними тягами из кабины ценно при работе в гористой местности, так как позволяет адаптировать агрегат к любому рельефу почвы. Вал отбора мощности оборудован съемным хвостовиком на 6 шлицев. Вом имеет два режима работы – 540 оборотов в минуту и 540 ЭККО. Режим ЭККО сокращает расход топлива до 20% на неэнергозатратных операциях, например, при работе с опрыскивателем. На данном тракторе два типа тягово-сцепного устройства – поперечный тяговый брус и поворотный тяговый брус. Мы посмотрели трактор. Он крутой. Но что по контролю этой техники? В данном тракторе установлена система телематики Skylon, которая представлена контроллером, установленным в машине, веб-версией системы и мобильным приложением. Все российского производства. Система позволяет контролировать и просматривать эксплуатационные и технические параметры техники. Давайте посмотрим, как это работает. Данные по перемещению техники позволяют контролировать работу виноградники. Данные по оборотам, скорости и нагрузке на двигатель позволяют оценить оператора и проверить правильность выполнения агрооперации. Данные по температуре двигателя и ошибкам позволят посмотреть события, предшествующие неисправности и восстановить хронологию показателей машины. О предстоящем техническом обслуживании система телематики предупредит на основе данных по моточасам. А сколько топлива израсходовала машина на основе отчета по расходу топлива. Ну что, давайте проедемся! Стоимость такой итальянской машины от 10 миллионов рублей. Доступна к поставке в Россию у дилера техники. Пишите в комментариях, как вам трактор. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok